Друзья, всем большой привет! Сегодня мы рассмотрим отчет финской полиции о настроениях среди населения от 7 декабря 1939 года. Зимняя война вовсю идет, и финны в принципе не сдерживали эмоций и мнения о происходящем. Повествование будет вестись от лица финской стороны. Также хочу отметить, что в оригинальном переводе русских называют москалями, скорее всего это перевод слова «рюся», который финны использовали в оскорбительном ключе. В Финляндии очень немногие верили в то, что Советский Союз начнет войну в преддверии зимы. Еще меньше людей считало возможным вообще, чтобы миролюбивая Россия начала войну против такого немногочисленного народа, как наш, который живет сам по себе. Агент Лискинен сообщал 6 декабря 1939 года, что после того, как Советский Союз разорвал дипломатические отношения с нашей страной, лишь редкие рабочие стали опасаться, что разразится война. Напротив, большинство было убеждено, что Советский Союз пытался надавить на Финляндию и заставить принять выдвинутые требования, а также затянуть обострившуюся ситуацию с тем, чтобы Финляндия оказалась в конечном итоге в тяжелом экономическом положении, и ей пришлось бы принять еще более масштабные требования. Таким образом, первая бомбардировка 30 ноября для рабочих стала полной неожиданностью. Доходило до того, что даже после нее не до конца верили, что началась война, и сомневались, что русские вообще сбросили бомбы. Рассказ рабочих, которые воочию видели бомбежку, не все почитали за правду. Особенно среди людей, склонных к резким суждениям, говорили о невозможности того, чтобы Советский Союз бомбил города. Однако в тот же день Хельсинки стал объектом второй, настолько разрушительной бомбардировки, после которой сомнений ни у кого уже не осталось. Конечно, в настроении трудящихся, в какой-то мере, имели место суета и нервозность, но, в общем, к бомбардировке отнеслись спокойно. Лучше даже сказать, хладнокровно. Во время бомбежки люди останавливались на улицах и в местах, находящихся на возвышениях, чтобы посмотреть на столбы дыма и определить, в какой части города были пожары. В результате второй бомбежки начали пустить рабочие районы, а по дороге, ведущей с города, потянулись бесконечные потоки женщин и детей, направляющихся в сельскую местность. Началась настоящая эвакуация Хельсинки. Идущие в сельскую местность сохраняли спокойствие, но всюду отмечалась жгучая ненависть к москалям. Неоднократно повторяли, что на сей раз Сталин обошел в своих злодеяниях Гитлера. Когда подобные слова исходят от красного элемента, то это говорит само за себя. Ненависть к русским разгорелась моментально и приняла колоссальные масштабы. Рабочие совершенно открыто заявляли, что если раньше они испытывали в какой-то степени симпатию к Советскому Союзу, то теперь от этой симпатии ничего не осталось. Москали оказались москалями и даже худшими, чем когда-либо. Теперь, когда идет война и последние дни показали, что мы в состоянии отвесить москалям хорошей сдачи, то и среди красного элемента отмечается появление чувства удовлетворения и радости. Наше положение более не рассматривается как безнадежное. Со всех сторон можно услышать, как люди говорят, что только бы в наших официальных сообщениях передавали правду, лишь бы только не обманывали народ лживыми обещаниями. Лучше услышать правду, какой бы горькая она ни была, чем и лживую пропаганду. Лишь немногие сомневаются, что сообщения о наших успехах неправдивы. Как правило, люди верят в то, что количество сбитых русских самолетов соответствует тому количеству, которое указано в финских газетах. Люди уверены, что в налете 1 декабря москали потеряли указанное большое количество самолетов. Они также верят и в то, что на границе наши наземные войска наносят москалям сильные удары. Народ внимательно изучает карту и видит, что при отступлении москалям пока были оставлены очень незначительные территории, которые вовсе не дают москалям повода кичиться. Все больше и больше людей начинает верить в то, что медленное отступление на Карельском перешейке является на самом деле запланированным отходом, а не бегством. Это, как ничто иное, придает отваге и невозмутимости. В то же время люди, конечно же, осознают, что и мы несем человеческие потери, пусть и меньшие, чем москали. С одной стороны, желательно, чтобы о них сообщали. Однако, с другой стороны, они признают, что, возможно, эти факты какое-то время необходимо оставить без оглашения. Теперь надежды связываются с тем, что если сейчас удастся продержаться какое-то время, то из-за границы придет помощь. Люди не верят, что без мощной поддержки извне удастся своими силами противостоять натиску москалей. Проходящие в Италии демонстрации воспринимаются с чувством удовлетворения. Люди надеются на помощь западных стран, но не очень верят, что удастся ее получить. Они верят, что помимо моральной поддержки Запад окажет и экономическую помощь. Также из Швеции, возможно, прибудет с десяток тысяч добровольцев. Однако нужна более масштабная помощь, больше людей. Необходимо прямое включение в войну против москалей. Москальские премудрости так говорят в связи с тем, что Молотов отрицает факт бомбардировки Хельсинки и других городов. Его речи еще больше распалили ненависть к москалям. В результате таких начинаний Россия потеряла своих последних сторонников здесь и, предположительно, во всем мире. Расхоже мнение, что России вовсе не нужны были жизненно необходимые военные базы Финляндии ни на материке, ни на островах. Москали просто устремились в сторону Запада. В этом и есть вся причина. Люди уверены, что Россия и Германия договорились поделить Скандинавию таким образом, что Россия получает Финляндию и северные части Швеции и Норвегии, а Германия, в свою очередь, южные части вышеупомянутых государств и Данию. Факт формирования Москвой марионеточного правительства в городе Тереки вызвал у трудящихся смех и был воспринят как пропаганда в духе москалей. Небольшая группа трудящихся продолжает оставаться преданными друзьями Советского Союза. Они верят сообщениям и пропаганде московского радио и москальских станций, транслирующих свои передачи на волнах финского радио. По их мнению, следовало безропотно отдать москалям территории.